Доброе утро! На календаре у нас 1 октября. Мы во Франции, в городке Шатонио-Фсюр-Луар. Здесь мы жили, здесь ночевали. То, что я вчера показывал. Позавтракали, потрясающий завтрак. Хозяева просто молодцы. Все очень вкусно, очень сытно. Погода пока неплохая, но сегодня обещают не очень хорошую. Мы придумали следующее, что мы свой маршрут продолжим, как и планировалось ранее. То есть отправляемся в следующий городок Сюли-Сюр-Луар, где находится одноименный замок Шато Сюли-Сюр-Луар, потому что он очень красивый и входит в один из лучших замков долины Луары. Его стоит обязательно посмотреть. Там мы уже написали, попытаемся забронировать наше проживание и наверное там и останемся. То есть мы проедем 20 километров буквально и и и и устроим что-то вроде дневки. То есть дальше уже сегодня не поедем по маршруту. Получается, что наш график сдвигается на один день. Но в этом нет ничего страшного, потому что мы уже научены опытом предыдущих путешествий и запланировали дни отдыха и резервные дни на всякий случай. Вот именно на такой случай, когда мы перестанем что-либо успевать в нашей поездке. Вот в общем-то вот такая история. Поэтому сейчас мы собираемся, грузим наши велосипеды и отправляемся в путь смотреть новые достопримечательности долины Луары. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот наша первая остановка сегодня. Пролетели прям как ураган. Больше половины нашего сегодняшнего запланированного пути остановились в классном месте. Здесь у нас скамейки. Можно перекусить. Там туалет, кстати, очень чистый. Детская площадка. А вот здесь справа кемпинг. Но сейчас он закрыт, так как не сезон. Обычно летом он работает. По-моему, они работают до 1 октября. Ну, большая часть кемпингов, конечно, закрывается. И я где-то считал, что, да, действительно, с 1 октября. То есть летом можно жить в них. Очень недешево. Ой, наоборот, очень недорого. Можно на своем кемпере приехать. Можно поставить палатку. А еще они здесь выдают палатки. Ну, или обычно стоят. Причем есть очень большие, там, двухкомнатные, например. Можно там 4 человека разместиться. Плюс такая некая гостиная зона. Ну, в общем, там очень здорово. Все, 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 все там входит. Значит, там есть душевые, умывальные комнаты, кухня. Так что прекрасно. Если еще рядом, где-то поблизости, есть супермаркет, жить в кемпинге просто милое дело. А, еще хочу сказать несколько слов о навигации на маршруте. В долине Луары, как-то у них правительство озадачивалось вопросом и проложило здесь, почему мы едем на велосипедах. Проложило огромное количество велосипедных дорожек. Здесь просто сотни километров, причем закрытых велосипедных дорожек, где не ездят ни автомобили, ни мотоциклы. И вообще моторизованная, моторизированная техника запрещено ей там проезжать. Вот кое-где, но это совсем незначительная часть, где едешь по дороге, и там обычно отчерчена местность. А навигация очень простая. Я вам уже рассказывал, что мы ходили путем Святого Якова, и там ориентируешься по стрелочкам, ракушки, в какую сторону расположены. В общем, совершенно нормально. Здесь все то же самое. То есть, если мы посмотрим, приезжаем к какому-нибудь перекрестку или развилке двух дорог, мы обязательно встречаем вот такой вот знак. Как вы видите, велолуара и стрелочка. И они прямо-прямо на каждом, на каждом пути. И вот, пожалуйста, знак, запрещающий проезд автомобилем, мотоциклом, мотороллером. И туда мы сейчас отправимся. В общем, как-то вот так. Поэтому, если у вас возникает вопрос о сложности навигации или о чем-то подобном, то не переживайте. Все просто элементарно, очень просто и очень удобно. То есть, инфраструктура создана просто отличная, на 5 баллов. Ну, в общем-то, в общем-то, наверное, об этом привале и все. Немного сейчас мы отдохнем, отправимся дальше. Нас ждет сегодня просто шикарный замок Сюли-Сюр-Луар, который должен оказаться, ну, я думаю, что мы там окажемся приблизительно через часик. Сегодня мы держим такой нормальный темп. Но еще мы стараемся убежать от туч, потому что кое-где прямо-прямо грозовые тучи. И прогноз в некоторых регионах Луары говорит о том, что может выпасть град, чего мы тоже очень сильно боимся. Не знаю, от чего это зависит и влияет ли 20 километров расстояние между одним городом и другим. То есть, может быть, там будет град, откуда мы выехали из Шатуньев. Ну, сейчас пока все отлично светит солнышко. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Неплохо. Такое солнышко, вроде погода начала меняться. А теперь, как вы можете видеть, просто льет. Вот там прячется тут я прячусь. Накрыло, что надо. Но зато замок. А, да. А, да, да. Очень. А еще и ветер. Черт. Думали, что дождик немного закончился, решили подойти к замку. Ну, короче, ну вот подошли. И мы просто одно дерево поменяли на другое. Но зато смотрите. Теперь у нас вот такой вид на замок. Фотографирующая Татьяна. А фотографирует она черный ворон. Бродящий по полям замка. Сюрлуар. Ну вообще вот он такой. В хорошую погоду, наверное, здесь просто обалденно. Красотища, конечно. Вот с той стороны ров. Все как по-настоящему. Он, конечно, тоже был перестроен в свое время. Они все подверглись перестройке. Некоторые были разрушены практически до основания. Но у нас развалины на маршруте, по-моему, не часто встретятся. Вот там один или два замка мы посмотрим, которые сейчас представляют собой развалины. И что? Ну и не были в свое время перестроены и превращены в дворцы и резиденции. Ну вот этот один из них, один из классических замков долины Луары. И входит в список наиболее рекомендуемых к посещению в этом регионе. Вот такая красота. Вот давайте посмотрим. Вот такой вот ров. А вот здесь притаились наши велосипеды прямо под дождем. Ну что, как вам здесь? Прекрасно. Немножечко дождливо. Это все с прочим, если он теперь не течет. А у тебя теперь такая штука вот. Ну ладно, зато замок красивый. Ну да, хоть что-то. Ну что сказать, жизнь стала явно лучше. Мы заселились, нашли то место, где мы забронировали себя апартаменты с горем пополам. Потому что человек не выходил на связь, а в такой ливень нам вообще не хотелось тусоваться на улице. Но подобные включения стоили того, что мы имеем. Мы живем в старинном французском доме. Давайте покажу. Вот это, как вы видите, прихожая. Откуда я зашел. Идем мы. Идем тут вешелочки. Все такое светлое. Ну пойдем направо. Здесь комната, где живем мы. Сушимся. Большенькая кровать. Шкаф. Ну то есть здесь можно вполне себе провести довольно много времени. Прямо напротив у нас полицейский участок. Это вот это здание. А вот эта вот башенка, она прямо находится, через ров от нее находится у нас уже замок. Выглядываем сюда. Здесь у нас еще одно окно в комнате. В общем, очень светлая и приятная комната. Идем дальше. Здесь у нас душ. Куча полотенчиков. Умывальник. Я вот тут стою. Вот можно выглянуть на улицу, проветриваем, потому что мы грелись в душе. Вот такая улица здесь. Можно посмотреть. Вот какие-то три француза чешут языками уже здесь полчаса и нас смущают. За этой дверью обыкновенный туалет. Там стоит унитаз, мне что показывать, ничего интересного. Батарея. Система управления климатом, причем батареи не нагреваются. Неизвестно, откуда берется теплый воздух. Гостиная. С гостем. С молчаливым гостем. Вот тут когда-то был камин, заколочен фанерой. Картина на стене. Раскладывающийся диван. Подобие стенки, телевизор. Ничего себе, она сквозь деревянный стол с резными ножками. Короче, красота. Ну и хорошо. Еще один шаг направо. Здесь у нас большущая, но относительно большущая, конечно, кухня. Все есть необходимое. И первый раз в нашем путешествии мы видим не электрические, а газовые конфорки. То есть, реально газ. Все необходимое. Есть большой холодильник. Шкафы для хранения, не знаю, заготовок. С оленей, вареньей на зиму. Тостер, кофеварка, чайник, ножи. Какой-то нагреватель. Ну и давайте посмотрим, куда у нас выходят окна в другую сторону. Да, кстати, вот эта вот пристроечка, это гараж, где мы оставили свои велосипеды. Все закрывается на ключ. Все очень клево. Ну и вот такой у нас дворик в обратную сторону. Можно посмотреть. Ну, вот так и живем. Жалко, что уезжать завтра. Ну, в общем, что мы собираемся сделать? Мы собираемся сейчас сходить в наш любимый супермаркет, закупиться едой на вечер и завтра на утро. Полдня мы сегодня отдыхаем. И потом пойдем поближе к замку, погуляем, посмотрим, как тут все, чего устроено у них в этом городе. Слиссу-Луар. Наконец-то вырезали все свои вопросы. Перекусили, сбегали в супермаркет, купили на ужин. И теперь можем насладиться до полной мере к городам. Слиссу-Луар и его одноименным замком. ПА-БАМ! Это тут специально отмеченная точка для его съемки. Обалденный вокруг него, посмотрите. Просто супер-роф. Такие облачка, ну, по-моему, это детская. Про него я, наверное, ничего не буду рассказывать. Потому что я ничего про него не знаю. Ну, кроме того, что это французский замок. И построен он очень давно. Да, и рассказываю, что я могу сказать. Для знатоков и любителей истории все равно это будет недостаточно. А, возможно, я ошибюсь. Поэтому мы просто его обойдем, посмотрим. Покомментируем свои впечатления, ощущения. Ну, вот, из французских замков, это, наверное, первый, который я считаю настоящим. Вчера все-таки такой. Это были руины и остатки. А этот видит обалденно и просто шикарно. А еще вам что скажу. Вот там вот дом вот здесь. Вот мы в нем живем. А вот это вот замок и его замковая стена. А здесь просто деревья до неба. Просто обалденные. Ох, как здесь пахнет вкусно. Не нас она и где-то бутылок. И никто тут не бухает, да, каждый вечер. Ха-ха-ха. Что вообще происходит? Я бы тут перебирали. Ну, возможно, французы, возможно, чисто плотные. Ёлки. А там, смотри, ворота закрыли. Вот через который мы проехали, когда дождь закончился, мы возвращались. Может быть, но я очень сильно сомневаюсь. А как, а, и там. Ну, все равно мы выйдем на мостик и посмотрим. И здесь. Радуется, что не попадет сегодня в замок. И мы пойдем домой отдыхать. Ряно скажем, мы сегодня насмотрелись на него. И под дождем, и без дождя. Это точно. Но вот эта башня явно... Вот там-то кирпичи, а это бетоном она отделана. Вполне возможно, осторожно здесь. Тут такие гвозди вбиты. Но все равно красота. Нам все равно очень нравится. Да, башенка что надо. Но мы на обратном пути туда пойдем. И вот так вот, если проходить, выходишь на главную улицу. Там прям указатель, на котором написано, что центр города и центр коммерции. Идите вот по этой улочке. Вот там у нас закат с облаками. Еще виднеется какой-то шпиль. Но довольно далеко. Готово? А теперь в два раза ближе подожди. В общем, уходим мы от замка. Идем в сторону дома. Пора уже совсем отдыхать. Кушать и спать. Но зато мы сейчас пройдем вот по этой улочке. Это вот то, о чем я говорил. Которая по деревянному мостику выводит на главную улицу города. А, ну где кафе, магазины. Кстати, сегодня вторник. И по какой-то волшебной причине половина всего здесь тоже закрыта. Посмотрите. Вот такая. А сейчас дует ветер. И вот это вот растение. Не знаю, что это виноград. Который увевает ее. Центральный фасад. Так колышется, как будто это волны. Ой, и птички бушуют. Ну, очень классная. Конечно, такой треугольник. Сверху вниз. Ну, давайте вернемся обратно. А вот гостиница, кстати, с правой стороны. Вот эта вот с флагами. Очень недешевая. Вот, по-моему, она и стоила 130 евро. Или, возможно, 150 евро за ночь. Что в этот раз не для нашего дружеска. Мы уже дома. Нагулялись. И собираемся приступить к приему пищи. Набрали с голоду кучу еды. Нам сегодня есть. Мне переесть. Вот. Что не добавить? Сидят интернет-мошенники. Поляна звонит ускоряй. Это только закуски. Еще есть салаты и горячие. Ну, в общем, на сегодня все. Мы встали. Будем мы отдыхать. Ну, конечно же, спасибо, что смотрите. Смотрите продолжение. Обязательно смотрите завтра. Завтра у нас будет очень сложный день. Очень длинный день. Посмотрим, чем закончится дело. И как все это будет. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok